Любое упоминание о родине для Оксаны Задорожной как удар ножом по сердцу. Женщина не может сдержать слез. Полгода назад Оксана с мужем и тремя детьми приехала из Украины в Самару. Говорит, удивительно, что сейчас в Донецке дети могут получать образование. Когда уезжали, школы были разрушены и не могли принимать учеников. В Новокуйбышевске, где сегодня живет семья, ребенка устроить в школу труда не составило. Учебники и даже автобус предоставили. Даже детки, когда болели, 3-4 человека только зимой посещали школу. Автобус все равно приходил, дети посещали школу, могли посетить. Школьные принадлежности, там портфель самая необходимая, тоже передоставили нам. И учебники, да, школа всем необходимым обеспечили детей. Помочь детям Новороссии достойно встретить грядущий день знаний предложил уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Павел Астахов. Инициативу активно поддержала Общественная палата Самарской области. За неделю для школьников из ДНР и ЛНР собрали 50 тысяч рублей. Также планируют собирать концтовары, портфели, спортивную форму. Обязательное условие – товар должен быть сертифицирован. Дети должны получать образование. Школьники должны выпускаться и идти в высшеучебное заведение, если у них есть такое желание. Несмотря ни на то, несмотря ни на что, что происходит вокруг. Мы помогаем нашим братьям-славянам, которые сейчас находятся на территории, по сути, где ведутся воевые действия. По данным ООН, в зоне вооруженного конфликта на Украине оказались порядка пяти миллионов человек. Около трети из них – дети. Оставить их в беде жители губернии просто не могут. В прошлом году Самарская область приняла более пяти тысяч беженцев. Помогать жителям Новороссии здесь намерены и в дальнейшем. Помочь им сейчас поддержать их, обеспечить их будущее, чтобы они могли продолжить образование, чтобы они могли перейти к нормальной жизни – это наша основная задача. Акция «День знаний в Новороссию» продлится до августа. Деньги можно перечислять на счет благотворительного фонда «Радость», а школьные товары приносить в пункты приема общественной палаты. В регионе уверены, благодаря неравнодушию и активности жителей получится собрать и отправить в колонию с гуманитарной помощью грузовик, на котором будет написано «От жителей Самарской области». Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.